Привет интернет, сегодня я расскажу про зарядную станцию EcoFlow River 2, бюджетная, популярная и технически продвинутая. Поговорим, потестируем, я расскажу про некоторые полезные лайфхаки и подведем итоги. EcoFlow River 2 это зарядная станция, которая отлично подойдет для домашнего офиса и сможет обеспечить резервным питанием ваши гаджеты, ноутбуки, ПК, роутеры, смартфоны, освещение и все такое проще. Кроме этого, станцию можно использовать в режиме EPS, то есть аварийного электроснабжения. Скорость переключения на батарею составляет около 30 мс и в некоторых случаях станция даже может заменить классический УПСник. Теперь немного про тех характеристики. Емкость батареи River 2 256 Втч, это самая младшая версия из серии River 2. Скорость зарядки 1 час до 100%, а за 50 минут EcoFlow River 2 заряжается до 90%. Станция может питать приборы с потреблением до 300 Вт, а в режиме X-Boost до 600 Вт. При этом станция значительно снижает напряжение, что не для всего оборудования вообще подойдет. Ну и то есть функция есть, но пользоваться ей не всегда получится. Тип аккумулятора тут литий-железо-фосфатный с ориентировочным сроком службы в 10 лет. После 3000 циклов перезаряда максимальная емкость может опуститься до 80%. То есть в любом случае показатели в 5-6 раз лучше, чем у лития. Напряжение аккумулятора 12 В, но за счет повышающего инвертора станция выдает 220 В в своей собственной розетке. В станции реализован режим байпас, поэтому она может одновременно заряжаться и пропускать ток на подключенное устройство. А когда она заряжена на 100%, то пропускает весь ток к потребителю. То есть не задействует собственные аккумуляторы, тем самым экономя их ресурс. Теперь про ее внешний вид. Я покупал китайскую версию станции с универсальной розеткой. К ней можно подключить как стандартную евровилку, так и несколько типов китайских. Выход тут 220 В. Смотрите, не перепутайте с американским вариантом, потому что там 110 В и там 2 розетки. Также на лицевой панели находится экран, 2 USB-разъема типа А, 1 USB-C на 60 Вт и DC-выход на 12 В в виде автомобильной розетки. Его максимальная мощность до 100 Вт. Тут же 3 кнопки. Красная для включения станции и активации экрана, а остальные 2 для включения DC и инвертора. Экран отображает уровень заряда в процентах, показывает сколько времени станция будет работать при текущей нагрузке или как быстро она зарядится. Также экран отображает нагрузку и потребление. На задней части разъем сетевого кабеля, а также порт для подключения солнечных панелей или автомобильного зарядного устройства. Кабель для зарядки станции от прикуривателя авто есть в комплекте, собственно, как и сетевой кабель. Еще стоит отметить очень удобную ручку для переноски. Регулярно и пользуюсь, очень полезная вещь. Теперь про самое интересное. Разряд и заряд станции. Начнем с заряда. Основной способ заряда от розетки 230 В. При этом пиковая нагрузка 360 Вт. Если вы не торопитесь или любите заряжать аккумуляторы неспешно, то в официальном мобильном приложении вы можете снизить скорость заряда до 100 Вт. Шаг регулировки 50 Вт. Второй способ – это зарядка от прикуривателя автомобиля. По умолчанию до 8 Ампер. И этот параметр тоже можно регулировать в мобильном приложении. Потребление станции в этом режиме до 100 Вт, то есть уйдет чуть более 3 часов для полного цикла заряда. Этот же вход используется и для подключения солнечных панелей. Мощность до 110 Вт. Третий способ самый медленный – это зарядка по USB-C. Тут получится до 60 Вт. Если использовать соответствующий адаптер, то станция заряжается за 5 часов. При этом заряжать станцию от пауэрбанка у меня не получилось, потому что пауэрбанк решил заряжаться сам. Теперь про разряд, то есть про работу станции. Поговорим про ориентировочный расчет емкости и все такое прочее. Смотрите, тут интересная ситуация. Если подключить к станции что-то мощное и высадить ее за 30-40 минут, то показатели емкости будут очень хорошие. Из заявленных 256 Вт-часов можно будет спокойно выжать около 200 Вт. А вот если вы планируете использовать станцию часов 10 с включенным инвертором и питать какое-то маломощное устройство, то тут нужно брать в заметки тот факт, что в станции полно электроники, которая будет расходовать часть заряда. Чем дольше станция работает, тем больше энергии теряется. Это относится ко всем станциям. К примеру, если подключить настольную лампу мощностью 12 Вт, то за час работы станция теряет 9% заряда. Ориентировочно станция в таком режиме будет работать 10 часов и отдаст около 130 Вт полезной энергии. То есть станция заберет себе практически половину на свои нужды. Ну а если просто включить инвертор и забыть его выключить, то станция разрядится в ноль приблизительно за сутки. Теперь второй интересный момент. Режим UPS. EPS. UPS. Очень сложно сказать, что это точно. Вообще, производитель называет это EPS. Ладно. Переключение станции от сети на аккумуляторы занимает менее 30 миллисекунд, чего достаточно для такого легкого однократного мерцания лампочки. То есть потребитель это в конечном итоге замечает. Тем не менее, большинство устройств переключается нормально. Например, вот игровая приставка Xbox с запущенной игрой спокойно перенесла такое переключение. Ну а фен. Да, я запускал от станции фен. Вот я такой страшный человек. Представляете, что я делаю с гаджетами, которые тестирую. Да ладно, фен. Немножечко во время переключения снизил мощность. И скорее всего именно за счет снижения напряжения с 230 до 220 Вольт. Потому что в сети было напряжение 230 Вольт, работал байпас, шла непосредственная передача энергии. А сама розетка, когда работает от аккумулятора станции, выдает 220 Вольт. Кроме этого, по личной рекомендации я рекомендую, крайне очень рекомендую, выключать режим X-Boost в мобильном приложении. Так как он даже при 250-300 Ватт нагрузке сильно снижает напряжение на выходе. И технике это может не понравиться. Она просто отключится в некоторых случаях. Теперь про долгожданные лайфхаки. Внезапно, но они связаны с волшебным прикуривателем. Это относится не только ко второму риверу, но и к огромному количеству зарядных станций. Если выбираете какую-то другую станцию, эти лайфхаки вам, вероятно, тоже пригодятся. Прикуриватель – это выход постоянного тока с напряжением 12 Вольт. Огромное количество роутеров, LED-лент, настольных ламп и другой техники работают от блоков питания, выдающих такое самое напряжение. Если вам нужно подключить к станции роутер, то при использовании розетки 220 Вольт он будет работать 12-15 часов. А если обзавестись вот таким прикольным адаптером, то время работы можно увеличить до 30 часов или даже больше. В своей массе такие адаптеры имеют DC-выход 5.5 на 2.1 мм. Поэтому если в роутере вход нестандартный, то можно приобрести вот такой набор переходников. Если что, ссылки будут в описании к этому видео. Второй полезный лайфхак. Если вам не хватает еще одного USB-C-выхода или большего количества USB-портов, рекомендую купить подобное зарядное устройство. Тем самым можно еще и немножечко апгрейднуть станцию, ведь USB-C-порт станции выдает до 60 Вт. А вот такое зарядное устройство выдает до 100 Вт. А прикуриватель в этой станции как раз на 100 Вт и рассчитан. Третий лайфхак очень очевидный, но не все о нем знают. Если вам нужно зарядить смартфон, планшет или другое устройство, которое можно зарядить по USB, то заряжайте его от USB-C или USB-A самой станции. Не нужно пользоваться розеткой. Через розетку станция быстрее расходует заряд. Для наглядности был сделан небольшой тест. Я подключил адаптер с нагрузкой 60 Вт. Во время работы станция потеряла 17% за 30 минут, после чего я подключил нагрузку к порту USB-C на самой станции. 17% станция израсходовала за 45 минут. Так что действительно разница просто колоссальная. Так, ну а теперь итоги. Станция нормальная, тут другого ничего нельзя сказать. Как небольшой источник резервного питания для дома, сойдет. Такой зарядной станции вполне хватит для того, чтобы телевизор пару часов посмотреть, либо игровую приставку и монитор включить. То есть вообще, да, даже развлечение, не только работа. Для всего она подходит. Отличный источник резервного питания за, в принципе, вменяемые деньги. Из основных плюсов станции это качество компонентов, очень быстрая скорость зарядки, дизайн, информативный экран и продвинутое мобильное приложение. Станция подключается по Wi-Fi, по Bluetooth, ею можно управлять удаленно и, скажем так, это Apple в мире зарядных станций. Минусы у этой станции тоже есть, про них нужно сказать, на них нужно акцентировать внимание, и к ним можно отнести достаточно шумную работу охлаждения и отсутствие стандартного DC-выхода. Да, можно использовать адаптеры с первого лайфхака, но это все-таки костыль. Ну и, в принципе, на этом все. Обязательно пишите комментарии с вашими впечатлениями об этом восхитительном обзоре. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Заранее благодарю за активы в комментариях, мне этого очень не хватает для воскрешения, так сказать, канала, потому что я так редко снимаю видео и как-то надо набирать эту активность, да. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, на Telegram-канал, ссылка в описании. Давайте еще 4 подписчика в Telegram-е, и я сажусь за следующее видео. Всем хорошего настроения, держитесь там, всем пока.